О том, что британский микробиолог Александр Флеминг открыл пенициллин, все знают еще из школьной программы. Но почти никому не известно, что только через 10 лет в США наладили массовый выпуск пенициллина. Одновременно с этим Советский Союз начал выпускать аналог пенициллина — «крустозин». «Крустозин» разработала микробиолог Зинаида Ермольева с коллегами из Института экспериментальной медицины. Между тем, как часто случается в истории, создательница советского антибиотика оказалась незаслуженно забытой. Зинаида Ермольева окончила гимназию в Новочеркасске и факультет медицины Донского университета. Она активно занималась изучением холеры и во имя науки даже провела опасный эксперимент с самозаражением, который, к счастью, закончился благополучно. Она открыла холероподобный вибрион, носящий ее имя. Позже работала над методикой диагностики холеры и способами профилактики заболевания. Это ей принадлежит идея хлорирования питьевой воды в качестве обеззараживания, которая применяется по сей день. Ее опыт пригодился во время борьбы со вспышкой холеры в Афганистане в 1939 году и во время Великой Отечественной войны в Сталинграде. Для борьбы с холерой Ермольева организовала в Сталинграде всеобщую вакцинацию, снабжала население солдат, разработанным ею холерным бактериофагом – вирусом, уничтожающим холерные бактерии. Зинаида Ермольева по возвращению в Москву приступила к разработке нового антибиотика. Во главе своей команды она начала поиск особого вида плесени, который можно использовать в качестве аналога пенициллина. Согласно воспоминаниям сотрудницы лаборатории Тамары Балезиной, необходимый для производства грибок искали везде, где он только мог появиться – в траве, на земле, даже на стенах бомбоубежищ. Из собранных сотрудниками образцов выделяли грибковые культуры и проверяли их воздействие на патогенные бактерии стафилококка, которые умирают при контакте с антибиотиком. Было исследовано более 80 образцов грибков. Ермольевой удалось получить свой пенициллин из штамма гриба вида пенициллум-крустозом. И уже в 1943 году в СССР запустили производство первого отечественного антибиотика под названием «крустозин». В годы Великой Отечественной войны основное количество смертей раненых бойцов приходилось нагной на асептические осложнения. Бороться с ними эффективно тогда не умели. И только с внедрением в лечебную практику антибиотиков и с началом их широкого применения смертность раненых и больных в советской армии снизилась на 80%. Кроме того, врачам удалось снизить количество ампутаций на 20-30%, что позволило большему количеству солдат избежать инвалидности. По данным газеты «Известия», в 1944 году в СССР прибыл один из создателей оригинального пенициллина – Говард Флори и привез с собой штамм их препарата. Узнав об успешном применении отечественной разработки, ученый предложил сравнить ее с американским аналогом. В результате эксперимента советское лекарство оказалось в 1,4 раза эффективнее, после чего пораженный Флори почтительно назвал Ермольеву «мадам пенициллин». Но все же были и минусы. Антибиотик «крустозин» терял свои свойства при хранении и вызывал у пациентов повышение температуры. После окончания войны Зинаида Ермольева продолжила научную работу. Ей удалось модифицировать метод Александра Флеминга по определению активности антибиотиков, который позволяет правильно рассчитать лечебную дозу при различных заболеваниях. Это было отражено в ее монографии «Пенициллин», выпущенной издательством «Медгис» в 1956 году. Также под ее руководством в СССР были разработаны такие важнейшие антибиотики, как левомецитин, стрептомицин, тетрациклин, бицелин и противовирусный препарат «Интерферон». Зинаида Ермольева стала прототипом главной героини «Световой» пьесы Александра Липовского «На пороге тайны» и прототипом главной героини романа Вениамина Каверина «Открытая книга» Татьяны Власенковой, а позже его экранизации. А пока на этом все. Не болейте и подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Всем пока!